Это программа «День с толком» в студии Анастасия Дороган. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Жилищный конфликт продолжается. Жильцы домов на Гущино встретились с чиновниками и застройщиками. На чем сошлись стороны? Как ела собак, так и ест. В Рубцовском районе продолжают бороться с местной живодеркой. Чем обернется очередное внимание правоохранителей? В свои 70 бегать не в больницу, а секцию борьбы. В Барнауле живет необычный спортсмен. Следователи проверят Барнаульскую ТЭЦ-2 после эпичного обрушения трубы в минувшее воскресенье. Правоохранители должны установить, пренебрегали ли должностные лица требованиями безопасности. К слову, ремонт дымохода, как выяснили следователи, должен был пройти еще в прошлом году. В 2020-м на теплоэлектроцентрале обследовали трубы и газоход. После руководству предприятия указали на недостаточную работоспособность трубы. И порекомендовали эксплуатировать конструкцию только после ремонта. Однако его не последовало. Жителям двух домов на улице Гущина, рядом с которыми собираются строить еще один жилой дом, предложили компромисс. Сегодня люди встретились с чиновниками и застройщиком. Уже около двух недель мы следим за конфликтом сторон. Моя коллега Ирина Корчагина продолжит тему. Эмоции контролировать нужно свои, предлагаю. Мы же конструктивно общаемся. Диалог явно не клеится. В администрации Ленинского района три стороны жилищного конфликта. Жители, чиновники и застройщик. Топор войны выкопал регион. Строй, который около двух недель назад начал работы между двумя домами на улице Гущина. На этом крошечном участке собираются построить еще одно жилое здание. Мы ноль. Мы маленький-маленький ноль. Ну для, по сравнению с вами. И все. Бумажки напрямую связаны с судьями в две тысячи человек. Вы нас просто. Вот никак. Собственники, которые купили квартиру пару лет назад, в шоке. Близость с будущими соседями их не радует. Да и вообще, когда-то им обещали здесь зеленую зону, детскую площадку и парковку. Сегодня у застройщика новое обещание. Он все-таки строит десятиэтажку, а рядом... Мы строим благоустроенную детскую площадку на данном участке, да, которая будет пользоваться все жители микрорайонного Дана. Подземный паркинг у нас там предусмотрен, который тоже может приобрести в принципе любой житель. И предлагаем в свое компромиссное решение для жителей наземную парковку на 80 машин и мест. Это не тот компромисс, который нам нужен. У нас проблема в том, что будут строить под окнами дом. То, что этот дом повлияет на наши условия жизни. Посмотреть в стены окна, ну это такой у себя вариант. Также парковка никак не повлияет на то, что могут быть какие-то оползни, как-то поплывет грунт. Ограничить право застройщика невозможно. Остается обжаловать решение частной экспертизы и подавать в суд. При этом комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула уже выдал разрешение на строительство десятиэтажки. Жильцы недоумевают. Скоро между домами будет расстояние всего 15 метров. Рядом дом в 25 этажей. Переживут ли люди стройку? Вопрос. Новые дома и без этого пошли в трещину, начали лопаться трубы. Вот в этом конкретном месте нет единого плана развития. То есть, по большому счету, все начиналось со строительства одного-двух домов, которые застраивались, как получается. Ну и дальше ведется такая застройка. Тут, в общем-то, и жителям, и людям, которые присматривают себе квартиры, надо понимать, что выбирая жилье, лучше ориентироваться на какую-то комплексную застройку, в которой есть общий генеральный план, в которой будет понятно, что будет построено рядом. Сегодня застройщик при нас пообещал заморозить работы на месяц. Дальше будет видно. Теперь собственники намерены отстаивать свои права в суде и не исключают, что, возможно, им придется искать защиту в лице губернатора Виктора Томенко. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. В Бийске останется прежняя мусоровозящая компания, а в Барнауле все поменяется. В Минстру и Края гласили результаты конкурса на региональных операторов Бийской и Барнаульской зон. В Наукограде на мусорном рынке без изменений компания спецобслуживание «Центральное». Она запросила минимальную сумму за свои услуги. Процедура вскрытия конвертов проходила за закрытыми дверьми. Кстати, конкурс на выбор рекоператора по Бийской зоне затянулся из-за жалоб участников в антимонопольную службу. В результате одна из компаний выбыла из гонки. А вот в Барнаульской зоне теперь новый рекоператор. По итогам конкурса им стала компания «Эко-утилизация». Но до 1 июня в Барнауле и прилегающих районах еще работает «Эко-комплекс». Причем компания вряд ли полностью уйдет с рынка. Она работает на единственном полигоне Барнаула. Так что в любом случае будет взаимодействовать с новым рекоператором. Отметим, что в текущем году должны пройти конкурсы еще для трех зон – Заринской, Олейской и Славгородской. Новые потопления ожидаются в Алтайском крае. МЧС прогнозирует повышение уровня воды в реке Олей в зоне риска прибрежной территории в районе Олейска. Специалисты ожидают подъем воды в течение ближайших двух суток. Региональный МЧС продолжает мониторинг паводковой обстановки на территории края. В шести районах сохраняется режим повышенной готовности. В настоящее время подтопление фиксируется только на приусадебных участках и дворовых территориях. Затруднены проезды к пяти жилым домам. Если обстановка ухудшится и жилые объекты начнет топить, в муниципалитетах подготовили семь пунктов временного размещения граждан. На особом контроле Краснощоковский, Петропавловский и Салтонский районы. В суд передают дело в отношении живодерки из Рубцовского района. Она годами поедает собак со всей округи, убивая их с особой жестокостью. Так что визг животных от разделывания стоит на несколько улиц. Местные жители давно пытаются бороться с такой соседкой. И вот, кажется, дело сдвинулось в суд. Но что изменилось, расскажем далее. Это было в разговоре. Она сказала, я как ела, так и ем собак. Мне вот недавно Паша принес собаку. Такое впечатление, что это вот прям панацея от всех болезней для нее. Татьяна Дедюк уже несколько лет на охране всего живого в поселке. Угроза хвостатого мира соседка Екатерина через пару улиц. С ней мы познакомились в сентябре. Я чужих никогда не верила. Мне кто дает собачку, кто отдает. А так, чтобы ловила, они мне нахрен не нужны. Я чужую собаку есть не буду. Я не знаю, чем они все, и больные. Только домашние. Тогда в соцсетях появилось видео с жестокими кадрами. Рядом с пенечком, по-хозяйски аккуратно, Екатерина отрубала лапы и разделывала еще живыми щенят. Показать этот файл мы, конечно, не можем. Виск умирающих собак ужасал соседей и их детей. А попав в социальную сеть, взбудоражился у защитников региона и всей страны. Это корейцы сказали, что они хорошо туберкулезы. А у вас туберкулез? Ну, я не знаю, вроде бы, да. Хоть говорит, что она их ест, потому что она болеет туберкулезом. На учете она в туберкулезе не состоит, мы проверяли. Это просто отговорка, которую научил ее полицейский. По словам местных жителей, женщина работает у полицейского на участке. Может, поэтому жалобы на нее никак не влияли на уклад жизни Екатерины. После нашего сюжета была назначена проверка, женщину поместили в психбольницу, а потом она вернулась домой. Гавкает, но дружелюбно виляет хвостиком. В сентябре конру с псом делила светлая собачка. Сейчас он встречает нас один. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы журналисты. Пошли нахуй. Все, мне нету дома. По словам жителей, у Екатерины бывают разные фазы состояния. Дружелюбную мы не застали. Они писали в полицию, они писали участковому. Она сказала, ну собаки закончатся, я на ваших детей перейду. Ну, значит, я вот это расцениваю, как угроза. После вмешательства депутата Госдумы проверка в отношении Екатерины зимой возобновилась. Провели расследование и сейчас документы направляют в суд. Говорят, что следователи, конечно, решать будет суд, но по материалам же следствия. Вот, как бы там они склонны ее просто оштрафовать. Ее не штрафовать надо, ее нужно изолировать. Так она извивает своего сожителя молотком у него все, не лицо, а кровяное месиво. Понимаете, дело не в том, что жрать, извините за грубое слово, а дело в том, что истязать ей, ей доставляет удовольствие истязать людей или детей, или собак, или. Дата первого заседания пока неизвестна, но в Рубцовске обещают внимательно следить за процессом и не пропускать заседания. Надежда Дрюпина подчеркивает, что активисты не против употребления в пищу мяса. Все-таки у каждого свои предпочтения. Люди выступают именно против насилия над животными. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Расследование уголовного дела об изнасиловании 18-летней жительницы Барнаула взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По версии следствия, горожанку в арендованную квартиру под предлогом серьезного разговора заманила знакомая. Там ее уже поджидали двое мужчин. Они долгое время удерживали ее, насиловали и избивали. Пострадавшая смогла выбраться на улицу через окно и стала звать на помощь по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера группа лиц по предварительному сговору. Предъявлено обвинение мужчинам 37 и 26 лет и 19-летней девушки. На данный момент они задержаны. Алтайская организация, которая занимается детьми-инвалидами, смогла вернуть потерянные Форбанке средства. Месяц назад у банка отозвали лицензию. Тогда пострадали тысячи жителей региона. В том числе оказались заблокированные счета этой организации. Подробнее о резонансной истории в сюжете Ирины Корчагиной. Спустя месяц не осталось даже вывески. Помещение сдается в аренду. 12 марта у Форбанка отозвали лицензию за неоднократные предписания от Банка России. Он являлся участником системы обязательного страхования вкладов, поэтому клиенты могли вернуть часть своих средств. Но не более 1 миллиона 400 тысяч рублей. Остальные деньги просто сгорели. Но кому-то вообще не повезло. Например, единственная в крае общественная организация, которая занимается детьми-аутистами, в один день потеряла все свои деньги. По закону они не могут претендовать на компенсацию. Я сегодня целый день держу себя в руках, но я не понимаю. За что у нас страна такая, что у нас могут утром забрать последние средства? В Форбанке у организации лежало почти 260 тысяч грантовых и конкурсных денег. На эти средства центр должен был провести вебинары, отправить педагогов на обучение. В итоге кое-как закрыли коммуналку за прошлый месяц и с трудом выплатили зарплату. Больше денег нет. Абсурдно, но несмотря на то, что грантовые деньги исчезли не по вине Светланы, организация еще могла остаться бюджетным должником. И тут произошло чудо. Это был мой выходной. Был звонок уже во второй половине дня. Представился председатель правления Форбанка. Я приехал завершать дела. Я ненадолго из Москвы, здесь в Барнауле. Нужно встретиться. Зачем встретиться, не сказал. Через пару дней на счет ступеней пришло 257 тысяч от частного лица. Вся потерянная сумма. Мы теперь и грант доведем, и педагогам в полном объеме зарплату заплатим. Хочу сказать спасибо вашему каналу отдельное. И родителям больше некому сказать спасибо. То есть помогла только общественность именно донести это видео до руководителей Форбанка, потому что они меня узнали на крыльце в лицо. Ступени живут на одни пожертвования. Светлана и не питала иллюзий, что им вернут деньги или простят губернаторский грант. Но настойчивость женщины, которая уже 10 лет борется за каждый конкурс, за каждую копейку, помогла добиться справедливости. Ирина Корчегина, Николай Шилко. День с толком. Они с трудом говорят по-русски, но мечтают изменить мир к лучшему. Как чувствуют себя и чем занимаются иностранные студенты в российских учебных заведениях. Это обсуждали в рамках большой международной конференции. К слову, год от года студентов из-за рубежа на Алтае становится все больше. Только в техническом вузе сейчас учатся очно и онлайн порядка тысячи человек. Слово Анна Решагировой. Разработать интеллектуальные автомобили с возможностью одновременно перемещаться по суше, воде и воздуху, а еще изучить одну из загадок космоса – черные дыры – это не шутки, а тема для серьезных исследований. Правда, донести мысль мешает языковой барьер. Студенты приехали из своих стран совсем недавно. Мне сложна грамматика в русском языке, очень сложно. И есть некоторые слова, которые я не могу произнести, потому что в них много букв. Некоторые студенты готовили доклад и со своим руководителем, а этот руководитель, скажем, по технической специальности, и ему помогал преподаватель русского языка, который ставил дарение, слушал этот доклад. В общем, это такая совместная была подготовка. В своей научной работе студент из Марокко Аюб Альгиндауи рассказал об ореховом дереве – органе. Это растение подмечает настоящий патриот. Попытки посадить его в других странах успехом не увенчались, поэтому увидеть дерево с родины здесь, даже в оранжерее, для Аюба мечта несбыточная. Зато можно подумать о создании специального аппарата для получения масла, потому что в Марокко его все еще добывают вручную. В технической секции приняли участие больше 15 студентов из Колумбии, Коста-Риги, Египта и других стран. Все они студенты алтайских вузов. Кто-то на конференции присутствовал онлайн, прямо из своих стран. Все исследования носят прикладной характера. Это значит, что студенты смогут воплотить в реальность те механизмы, о которых говорят в работах. Допустим, по механической обработке углепластиков представитель Китайской Народной Республики уже получил патент Российской Федерации и на российском предприятии внедрена эта технология на предпроектной подготовке производства определенных деталей. Среди тем, которые волнуют сейчас иностранных студентов, не только новые технологии, но и вопросы экологии и межкультурного взаимодействия. Кстати, такие конференции, это уже 13-е по счету, очень важные отмечают в техническом вузе, ведь они помогают студентам не только рассказать о научных исследованиях, но и продемонстрировать, насколько хорошо иностранцы научились говорить по-русски. Анара Шагирова, Николай Жилко, Александр Антропов. День с толком. В свои почти 70 он не просто сохраняет рвение к жизни, а еще и вернулся в спорт. Пенсионер Владимир Соколов нашел одушину в борьбе. Начал заниматься месяц назад, вспомнил молодость, а теперь они планируют прекращать тренировки. Оттачивает мастерство рядом с богатырями в одноименном клубе о том, как правильный выбор и в зрелом возрасте помогает сохранить здоровье и быть в отличной форме в следующем материале. Богатырь – это не только название клуба спортивной борьбы, но и сущность его воспитанников. Некоторое время назад в рядах борцовской молодежи случилось прибавление, на этот раз неожиданное. С тренером клуба Игорем пенсионер Владимир Соколов познакомился случайно на улице, но уже через несколько дней он не просто подружился с ребятами из клуба, но и стал частью их коллектива. А тренируется теперь постоянно. Время позволяет, да и настроение есть. Ну, энергию почувствовал, бодрость, желание что-то делать. В моем возрасте уже на пятистерике лежал. Молодец! Ну, зарядку в полутра обделал. Водой обтираю, шалом. Начиная с малого, Владимир снова вспоминает достижения молодости. Пенсионер говорит на его счету второй разряд по гимнастике, второй по вольной борьбе и третий по шахматам. Когда вновь начал заниматься, понял, что только тренировок в зале ему уже недостаточно. Поэтому и дома его ждут гиря и гантели. Тренер клуба успехами своего нового ученика не просто доволен. Его силе, духа и желанию может и молодежь позавидовать. Наша гордость есть. Зовут дядя Вова. Ему под 70 лет. Ну, делает такие все, даже молодые завидуют. Мы иногда даже глаза такие делаем, как будто увидели сто... Сто таких богатырей. Молодые не только завидуют, но и поддерживают Владимира в его начинаниях. От этого дядя Вова, говорит, тренер словно молодеет, сбрасывая десятки лет. Правда, к примеру Владимира следуют немногие его ровесники. В зале обычно рядом с молодежью он один такой. А вот сам пенсионер больше озабочен тем, как завлечь на тренировки молодежь. Я думаю, уроки физкультуры надо грамотно проводить. Строго физкультуры, гимнастики, чтобы занимать, в бортс-путбол играли. Не менее важно, по словам пенсионера, следить и за питанием. В его рацион входят мясо, курица, рыба, молоко, яйца. Конечно, выигрывать турниры уже не в планах Владимира. У него свои. Быть в форме еще долгие годы. Кстати, по его примеру, спортом занялись внуки. Правда, их выбор пал на карате. Ну, а наш герой будет счастлив, если его возвращение в спорт вдохновит и других представителей старшего поколения. На бичи полежать еще успеют. Татьяна Голубева, Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Минус 10 очков. С таким результатом баскетбольный клуб Барнаул возвращается домой из Чебоксар. Гостевой матч наши проиграли со счетом 71-81. Напомним, система Суперлиги 2 предполагает, что на каждом уровне плей-офф соперники проводят по два матча. Победитель определяется по сумме результатов обеих игр. Таким образом, в комплексе «Победа» чебоксарские ястребы начнут встречу с форой в 10 очков. Это немало. Победу Барнаул заберет себе лишь если после финального свистка у нас будет хотя бы на 11 очков больше. Поддержка нужна как никогда. Хотя напоминать об этом не требуется. До финала Барнаул уже давно не доходил. Так что в субботу, 17 апреля, в 5 часов вечера трибуны уверенно будут переполнены. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». Суббота. Продолжение следует.